Она говорит, вот смотрите, вы говорите, таганка. Она даже мягко, хорошо сказала, таганка, и у вас получится. Самолет поднялся, я глянул на эту красную землю, думаю, слава богу, пронесло. И мысли были о Португалии. И вместо Португалии я оказался в Мозамбике. Почему такое вольготное отношение ко времени? Сегодня солнце светит, хорошо тепло, завтра солнце светит, но куда торопиться-то? Учиться, определить для себя жизненные ориентиры и третье. Обзаводиться друзьями, не только в нашей стране, но и в других. И они мне в Эквадоре говорят, Владимир, ты помнишь, как ты нас полы... А что мыть-то? Понимаешь, представить? Вот так вот зарождается дружба. Добрый день, Владимир Владимирович. Спасибо большое, что вы согласились принять участие в нашем проекте, поучаствовать в интервью и поделиться со студентами, выпускниками, с молодыми специалистами вашим, не побоюсь этого слова, бесценным и очень обширным опытом. Ну, это немножко, наверное, захваление моих заслуг. Но очень приятно, Наталья Павловна, с вами как раз побеседовать о жизненном пути дипломатическом, который я прошел за прошедший период своей жизни. Хотелось бы начать вот с самого начала. Как вообще получилось, что вы стали работать на международной арене? О, это и с самой молодости надо начинать. Получилось так, что на последнем курсе моей учебы в Российском университете дружбы народов, тогда он назывался университет дружбы народов имени Патри Соломумбы, меня в составе группы советских стажеров и поехал на стажировку для того, чтобы закончить написание дипломной работы и шлифовку испанского языка. Нас в той группе было 23 человека. За мою активность меня еще старшим группой там назначили. Ну и контакты в посольстве, посольство нами курировало. И в конце стажировки мне предложили, говорит, вот вы нам подходите, вы, так сказать, с перспективами. И с этого и все и началось-то. То есть получается вы себя хорошо показали на стажировке. Да, наверное, так получилось. И вам предложили... Коммуникабельность, активность, знание языка. Я любил ходить на митинг, есть Фидель Кастр, когда выступал, тогда собирал по миллиону, два миллиона слушателей на площади революции. Это было очень интересно. И вообще год стажировки это очень интересный был. 1969 год, Куба, почти 10 лет с Карибского кризиса. Какой тогда была эта страна и какое она на вас произвела впечатление? Ну, получилось так, я как сейчас помню. Мы улетали из Москвы 3 сентября 1969 года, вернулись 23 сентября 1970 года. Этот год для Кубы был знаменательным в плане, что Фидель поставил задачу. Страна-то была основной производитель сахара, очень крупные сахарные плантации у них были. И тогда был год 10 миллионов. 10 миллионов – это означало, что они хотели произвести 10 миллионов тонн сахара. Но, к сожалению, эту задачу выполнить не именно удалось. В 8,6-х, как я сейчас помню, потому что дожди начались, уборка эта затянулась. И с этим сахаром, в общем-то. Но в то время у них было «Астала Виктория» финал, до конечной победы. «Патрия Муэрте» там, значит, 10 миллионов дадим. Вот этот год и в том числе нас, группу стажеров, попросили тоже поучаствовать в рубке сахарного тростника. Поехали в конце января и до конца февраля, ровно месяц. Потому что тогда страны социалистической содружества были и более активны, связи и контакты. И Фидель обратился ко всем странам прислать молодежные бригады. Таких комсомольцев, или с Польши, из Болгарии были бригады. Наши, так сказать, не задумывались, потому что это надо билеты платить до Кубы и потом возвращать молодежную бригаду. А тут вот 23 стажера, что им не поработать-то? И мы вот работали, а сахарный тростник ростом 2 метра, вот такой ствол, мачете вот такое вот тебе дают. И два метода уборки сахарного тростника. Первый — это ты должен листья эти все обрезать и вниз под корень его срезать. А второе — поджигает плантацию, листья обгорают, стоят черные стволы. И ты, как негр на плантациях, вот эти черные стволы рубишь. И в это время начинается еще дождь. Можете представить, что это такое? Ну, пережили очень хорошее это. Причем я скажу, что кубинцы все бросили на уборку тогда. И кормили хорошо, и, так сказать, и работали мы хорошо. Ну, помимо этого, я, кстати, на Кубе за стажировку и пионервожатым там побыл-то. У кубинцев появилась идея, когда они увидели наш Артек, сделать свой Артек. Они тут же в Вородеро, значит, хорошее здание нашли. Значит, пригласили все соцстраны. Все соцстраны, конечно, прислали. Помню, как сейчас ГДР, Венгрия, Болгария, Польша. Наши же тоже, так сказать, сэкономить на билетах, собрали всех детей, которые у нас посольских, специалистов. И кого поставить старшим вожатым-то? Ага, ты старшей группы, вот и команду пионерами. И ровно месяц пришлось в Вородеро мучиться с этим отрядом, в котором у меня, по-моему, было 14 пионеров. Но я повторяю, основная цель-то была написать дипломную работу. И в нашей группе были аспиранты, которые и диссертации там написали. Мы этим и занимались, в библиотеку ходили. Университет прикрепил каждому из нас по преподавателю, консультанту. И мы, в общем-то, я приехал с готовым дипломом оттуда. А дипломные работы были связаны с советско-кубинскими отношениями? Нет, любые. Латиноамериканские. У меня на Латинскую Америку было. Предлагаю вернуться в Москву. Вы закончили университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в те годы. Каким был нынешний РДН в конце 60-х, начале 70-х? Сейчас, конечно, небо и земля. Но вообще вся жизнь движется вперед. В то время в Лумумбии нашей, в Лумумбаре мы его называли, было 6 тысяч студентов. Сейчас более 30, по-моему. Во-первых, университет дружбы народов был образован в 60-м году не просто так. 60-й год – это год освобождения Африки. То есть английские и французские колонии получали независимость одна за другой. И Никита Сергеевич Хрущев, так сказать, ну не в отмеску, конечно, а подсказали, может быть, ему, сам догадался, решил, что вот эти вот освободившиеся колонии мы можем подготовить национальные кадры для нашего, так сказать, дружбы, последующего влияния. И вот это было сделано. Когда мы учились, то соотношение было такое. Где-то две трети – это были иностранцы, одна треть – только российских. Причем российских первые годы брали по квоте, то есть по рекомендациям, не просто так, так сказать, поступить в университет. Я поступал, отслужив в советскую армию, три года откуда с рекомендацией туда пришла к нам такая разнарядка. Направьте три человека в университет дружбы народов и по три солумумбы. Я даже не знал, что это такое-то. И когда руководство спрашивало, ты поедешь, я говорю, ну в Москву поеду, посмотрю. Да, ты должен поступить. Ну поступил-то, да. И вот мы вдвоем в то время на Миклуха-Маклая были только общежития. Основное было на… тогда еще улица Донская называлась, сейчас она уже Орженикидзе. Основное все там было-то. И вот мы начинали так-то. Причем строгое было расселение в общежитиях. Два иностранца, один ты. И меня поселили с эквадорцами. Они не знают русского. Я еще только испанский все это. Мы на пальцах объясняемся. Они купили бутылку водки и предлагают выпить, я понял. Они водку первый раз, так сказать, попробовали. Им жарко стало. И у нас между общежитиями, первый и второй корпус, такой небольшой бассейнчик. И они, я не увидел даже, они пошли там остужаться-то. И мне говорят, слушай, твои там в этом грязном бассейне купаются, иди вытаскивай своих. Это было нежно-то. Потом мы с ними встретились в Эквадоре, когда они уже взрослые, я взрослый. Мы так обнялись, такие друзья были. Или как я их учил, полы мыть тоже. Я втроем, так сказать, в комнате живем. Два эквадорца, один я. И я, в армии меня приучили, каждую субботу там, генеральная уборка, там полы помыть. Одна неделя проходит, вторая. А они ничего думают, что я это. Я им там объясняю на пальцах, что я вам уборщик-то. Пришел, ведро воды набрал, разлил, дал трапику каждой руки. И они мне в Эквадоре говорят, Владимир, ты помнишь, как ты нас полы... А что мыть-то? Понимаешь, представьте, вот так вот зарождается дружба. Вернемся к дипломатической карьере. Она у вас начиналась в Латинской Америке, а потом вдруг вы попадаете в Африку, в Анголу, в португалоязычную страну. Как так получилось, что вы испанист, который был готов работать в Латинской Америке, попал в португалоязычную Африку? Когда я поступал в университет, мы поступали все советские, нас делили по языкам, так сказать, с дальним умыслом, где мы будем работать все это. Не просто все сваливали на английский язык. Кстати, тогда английский язык особо так... не то, что сейчас повально нужно знать-то. Тогда в университете дружбы народа был английский, французский, испанский, арабский и суахилий еще был. Это африканский такой язык, Танзания говорит, и соседние страны. Я поступал с немецким языком. Тогда немецкий еще и в школах много преподавали в 50-е и 60-е годы. Ну, после войны, видимо, отголоски поэтому. И тех, кто немецкий, тем дали испанский, потому что вроде как считали, что похоже все это. Ну, испанский так испанский. Честно говоря, в душе бы обрадовались вот детских наших человек, потому что дали бы английский. Во-первых, это труднее, как мне казалось-то. Во-вторых, это можешь попасть в Африку, в которой мы так, ну, не то, что как черт Ладана боялись, но все-таки Африка, вы сами знаете. Но вы не хотели работать в Африке. Не хотел я, в Африке вообще не хотел-то я работать-то все. И когда испанский, слава богу, кстати, значит, расскажу, как испанский начинал. Вот начал учить испанский. Два месяца прошло, надо было фонетический курс сдавать уже. А у меня, ну, никак не пошел сначала-то. И получилось так, что, значит, моя любимая преподаватель Наталья Михайловна-то говорит, Володя, давайте вот вы как-то вот, я родом сам из Белоруссии, и у меня такое, значит, не то, что грубый какой-то разговор, но такой, нету тональности, как она говорит. Она говорит, вот вы смотрите, вы говорите, таганка. Она даже мягко, хорошо сказала, таганка. И у вас получится. И я эту таганку до сих пор помню. И я знал, и в итоге удалось, и так получилось, что я по испанскому с отличием заканчиваю еще и на Кубу оказался шлифовать этот испанский язык. Можете представить? Так вот, возвращаясь к нашей Африке, между командировками, я тогда вернулся, да, с короткой командировки с Кубой вернулся-то, и кто был в центральном аппарате, начали, так сказать, под гребенку-то, так сказать, собирать людей. Почему? Потому что в 74-м, если я не ошибаюсь, фашистская диктатура в Португалии пала. Салазар там был такой, это даже похлеще, чем Франко в Испании. Так вот, пала диктатура эта. Португалы, говорящие страны, колонии в Африке, сразу начали получать независимость, ну, практически автоматом. А у нас нету дипломатических работников с португальским языком. И всех, кто с испанским, начали срочно этот портуниол. И я на миновских курсах там ходил целый год. Марина Александровна, симпатичная молодая преподавательница, что-то там натаскивала нас на португальский язык. По самоучителю учился-то и с грубым, ну, как он там португальский, с портуниолом и поехал в Анголу. Но когда в Анголу собирались-то, у меня сейчас она старшая дочь, была одна дочь, которой два года. И я своей супруге говорю, ну, вот, в Анголу нам выпало-то. Нет, как зараза, я не поеду, я ни за что не поеду. Такая-то, прихожу, в кадрах начинаю не слегка так это. Она говорит, ну, не поедешь, будешь опять тут в центральном аппарате толкаться-то. В итоге я выезжаю один, можно было один, и пишу, как Маяковский. Дыра, говорю, Ангола, ну, жить можно. И в эту дыру солнце спускается, но рифмы не получилось. Шесть утра подымается, шесть вечера опускается. И через два месяца с дочкой они вот приехали в Анголу. И началась моя африканская эпопея. В 79-м году, да, в 79-м я ступил на ангольскую землю. Во-первых, Красную землю первый раз увидел. Там Красная земля-то. Увидел эту Луанду, красавицу Луанду, как я называю это. И мне пришлось, то есть две командировки, последняя командировка в 89-м году летом закончилась. Вторая командировка, первая и вторая. 79 и 89, получалось 10 лет жизни. Самолет поднялся, я глянул на эту Красную землю, думаю, слава богу, пронесло. И мысли были о Португалии. И вместо Португалии я оказался в Мозамбике. Удивило вот что, совершенно неожиданно. Я ожидал, ну, африканское это все, так сказать, лачуи эти, одноэтажное здание-то. Но Луанда, в которой на тот момент, это был 79-й, это пятый год их независимости был. Очень много было белого населения и метисов, смеси с португальцами, с местным населением-то. Потому что с Португалией многие бежали в Анголу, там плодородные земли были, много полезных ископаемых. И три четверти где-то населения, это было, так сказать, вот так цивилизованное, нормальное население. Раз. Теперь столица меня поразила, потому что прибрежная часть, она вся была многоэтажными домами. В те годы, 79-й в Африке, там 25-этажный, который Кука там такой, самый высокий стоял, 10-этажные жилые дома. Там дальше уже Мусекиши были. Ну, Атлантический океан, который там плескался, это тоже очень хорошо. Но такой европеизированный город был-то. Кстати, вот здесь же про Анголу и скажу-то. Ведь португальцы свою колонию очень любили-то. Они, когда в Европе лето, живут там, на зиму туда. У них город они построили, ну, построили, город такое, было поселение, разросся до большого города, и он назывался Новый Лиссабон, Ноэва Лишбоо. Это теперь они ламба сделают. Немножко на возвышенности стоит хороший климат, вот там отдыхали. Много португальцев, семья там живет. Приезжает, здесь нашел вторая жена с детьми. Здесь занимается сельским хозяйством. Так вот и жили-то так, что, в общем-то. А какое было отношение у местного населения к португальцам? Это же их колонизаторы? Нет, они их не выживали, ничего. Но, правда, значительная часть португальцев после произвозглашения уехала. Квартиры остались пустыми. И эти, конечно, местное население, африканцы, со своими традициями, быстро поселились в квартире. Естественно, унитазы эти забили, воды не хватало. Но это уже, так сказать, мелочи жизни. А было ли опасно тогда в Луанде, в частности? Опасно началось, когда умер, а гостения нету. Первый президент, я прекрасно его помню, знаю, он очень дружелюбно к нашей стране относился. Дружил и в посольстве очень часто бывал-то. И он умер, ну, в общем-то, цирроз печени у него, по-моему, там был-то, в общем, на этих-то. И тогда, когда началась борьба за власть. Во-первых, наших, много там было выпускников российских, лумумбовских наших. Наш выпускник был на протяжении, наверное, более чем 10 лет, наверное, 15. Министром природных ресурсов всей страны-то. Вот. Другой министр энергетики закончил МАИ, там, все это. И они президента, претенденты, второй человек в государстве, Луси Лара был. Ну, он мулатистый был. Африканцы бы этого не стерпели. И Луси Лара, так сказать, советуясь с нашим посольством, все это, говорит, мне не надо выставлять свою кандидатуру, это не очень будет это. И предложили Жузе Эдуардо Душсантуша, которому в то время было 27 лет. Он закончил азербайджанский, как он там, нефтяной институт, по-моему, правильно называл, инженер-нефтяник. Он в то время был министром иностранных дел. Но был Савимби другой претендент. Это ярый националист, ну, не будем говорить про западный такой лидер-то. Ему в то время было 32 года, по-моему. Поскольку поддержка была такая в верхах правительственных Сантуша, Сантуша выбрали. И тот Савимби с горечи бросил фразу, которая 35 лет гражданской войны. «Я этому пацану никогда не прощу, что он пришел к власти». Вот это дословно вывод. И пока, так сказать, его не уничтожили, война не закончилась. А сейчас закончилась, я был очень... Страна прекрасно себя чувствует так. Нефти у них много, алмазы. По природным ресурсам не обижены. Это очень население быстро, демография очень активная, в отличие от нашей страны. Очень так разрастается. Там новую Луанду такую построили, что красотища-то. После Анголы был Мозамбик. Это с 93 по 97 год. В это время в соседней стране, в ЮАР, как раз проходили активные политические события. Пала эпоха Партеида, и Нельсон Манделла пришел к власти. Как-то касались эти события советского посольства? Как-то вы в них участвовали? Прежде чем попасть в Мозамбик, кадровая служба мне предлагала третий раз поехать в Анголу. А почему не поехали? Да, но у меня уже, так сказать, это Анголы, я был сыт. И в итоге я оказался в Мозамбике. В 73-м Нельсон Манделла победил на выборах 27 апреля 1974 года. И мы, Мозамбик, были, так сказать, под брюшью, наверное, или как там, рядом с ЮАР, основная информационная точка. Мы смотрели, ну не смотрели, так сказать, что там получится-то. И в итоге Питер Ботте тогда, значит, дал такие свободные выборы, и Нельсон Манделла победил. Я был одним из первых, кто пересек границу, когда получили они независимость, то вроде как открываются ворота для Советского Союза. До этого там ничего, никогда там такой апартеид был, что никому не визы, и никто туда и не ездил. Это вот. Я, так сказать, появился в 74-м, как сейчас помню, где-то в мае месяце, что ли, я, по-моему, первый раз. Посол говорит, надо съездить, посмотреть, что же это за страна-то. И вот я в Мозамбик тогда был тоже в разрухе, по этим дорогам разбитым-то. До границы с ЮАР где-то было 70 километров. Доехал, в КПП здесь сарайчик по-замбикски, поставили мне штамп и ЮАРовский. Ну, красота, ну, цивилизация такая, страна сильно развитая, крупная, все это. И вот в ЮАРе началась Нельсон Манделла. Пока Нельсон Манделла был, там, конечно, красота была. Все это тихо, спокойно. Ну, я неволен сейчас давать оценки этой ЮАР-то, но, в общем-то, темное население приходит постепенно. Не постепенно, а так все пришло к власти, и африканские всякие штучки продолжаются. А так очень ЮАР интересный. Мы наведывались уже многие из посольства, мы ездили с Мозамбика уже туда. А так мы 93-94 год как раз тоже переживали, что будет, потому что уже, по-моему, тогда Зимбабве уже получила независимость, как раз там уже более-менее утихомирилась, а ЮАР еще, так сказать, как там, после тюремных отсидок Нельсон Манделла придет к власти, не, не, не придет к власти, так что, в общем-то, нормально там все это было. А какое было настроение в стране? В то время? Да. Так вот тогда было очень хорошее. Кстати, белые и темные, это хорошо относились друг к другу. Белые в основном плантаторы такие, большие плантации держали, темненькие все эти граждане ЮАР работали на этих плантациях. Классные овощи, фрукты были, и вообще все это, так сказать. Ну, ЮАР сильная страна, и она и сейчас такая-то. Она по продовольствию, по всем ресурсам, она весь африканский континент могла прокормить те годы. Давайте завершим наш разговор об Африке советами, которые вы могли бы дать тем ребятам, которые хотят все-таки работать на этом континенте. Что им стоит иметь в виду? Вообще бы можно было начинать с Африки лучше. И я смотрю, кадровая служба так и предлагает часто молодым выпускникам МГИМО университета. Съездит и говорит в Африку, а потом посмотрим-то. Потому что действительно, ну не то что испытание на прочность, но все-таки климатические условия тяжеловатые, мягко говоря. И заразные там по медицине-то там, малярии полно. Я два раза малярией болел, но пока вот жив-здоров-то, так сказать, так получилось-то. Народ-то добродушный все это, но неизвестно, что у него там, так сказать, до конца не поймешь, что в голове у африканца. Никак. Но все равно надо всегда дружелюбно и толково к нему относиться нормально. И тебя не подведут никогда ничего. Но все равно какая-то вот, так сказать, задняя мысль у африканца, как мне кажется, всегда есть. Предлагаю все-таки переключиться на Латинскую Америку. Вас все знают как эксперта по Латинской Америке. Ну, это высоко. И вы были во всех латиноамериканских странах, кроме Парагвая, если не ошибаюсь. Парагвай, я так понимаю, впереди. Есть ли у вас какая-то любимая страна? Ну, любимая, в которой я, завершая дипломатическую карьеру, отработал 4 года в Бразилии. Бразилия, город Рио-де-Жанейро, генконстан наше российское. И, конечно, Бразилия в душу, так сказать, навеки осталась у меня. То есть разные страны. Я в Мексике работал, на Кубе, вот этой любимой тоже. Аргентина, Чили, Перу. Каждая страна свой колорит. Ну, в общем-то, веселый нрав и характер латиноамериканцев известен уже и у нас-то там. Здесь, и у нас стране, и по всему миру. Но все-таки самая любимая страна Бразилия, я так понимаю. Да, это не... Расскажите, какая она Бразилия, вот именно с вашей точки зрения. И, конечно же, очень хочется услышать про бразильский карнавал. Я так понимаю, что вы не раз его видели. Как проходит этот праздник? И как вы думаете, почему он стал настолько известен в мире? Что же в нем такого особенного? Первый раз на карнавал я с удовольствием пошел. Но мне пришлось всегда на карнавал кто-нибудь из Москвы всегда... Это было в Рио-де-Жанейро? В Рио-де-Жанейро. А там самый крупный карнавал, получается? Самый крупный карнавал, да. Значит, карнавалы сами проходят там, в общем-то, с пятницы до, грубо говоря, до ночи, с воскресенья на понедельник. Потому что в пятницу ходит класс, третий класс, то есть какой там, по нашему буква В, да? Буква С у них там как-то. Это по улицам ходят, барабаны бьют, пляшут и все это. Из этих выбирают там такие школы самбо называются-то, ну, типа группы танцевальные, по нашему, только большие. Вот. Значит, там выбирают, кто занимает первые места, они переходят класс Б, который в субботу ходит по улицам уже. А с класса Б уже переходит класс А, в которых 8 только групп танцев, школ, самбо. И это с воскресенья на понедельник всегда. Начало в 10 вечера, надо к 9 подъехать. Больше напоминает централизованный праздник для иностранных туристов, ну, и для местной знати. Значит, начинается это шествие. Значит, каждая группа должна быть примерно 3,5-4 тысячи человек. Школа вот эта вот, которая может представить. В этой группе должно быть вот этих 5 повозок, это стандартные какие-то у них там правила, 5 повозок, коросы они называются, на которых они пляшут и это, и помимо этого народ идет. И отряд барабанщиков, 600-700 человек. Вот это 8 этих групп сражаются, так сказать, за огромные деньги. Причем это уже поставлено, так сказать, профессионально все это. Это они там уже не любители, там большие крутятся деятели вокруг этого всего дела. И вот они заходят, да, книжку уже с песнями тоже дают на португальском языке. Чтобы петь? Да, и все, ну попоют, кричишь, что там чего-то. И вот они как заходят, народ вскакивает, вот я помню свои ощущения, то передо мной скачили, мне-то что делать, и я вскакиваю. И вот это 50 минут, вот стоишь и там вот, то-то-то-то, они все там идут. 10 минут перерыв, чтобы в туалет сбегать, передохнуть и по новой-то. И до 6 утра это все это дело идет. Это очень интересно, но когда я в третий раз пошел, это немножко уже было в тягость-то, потому что я уже, так сказать, знал сценарий, все это все знал, но приезжают высокие гости, но надо сопровождать-то. Ну, сопровождали, смотрели все это, так что, в общем-то, карнавал это очень интересно. Но в Бразилии мне всегда нравился, и народу простому нравился, встреча Нового года. Во-первых, Рождество католическое не отмечает. Это с 24 на 25 декабря. Меня очень удивило, потому что в африканских странах как раз это такой разгул, сабанту, и пьют, и гуляют, и все. Это в Бразилии тишина. Тишина, да, в Рождество с 24 на 25. Дети, внуки едут к родственникам, собираются большими семьями. И сидят часа 3-4, там, до 12 ночи, и обсуждают то, что вот за год прошло, какие планы на это-то. Но вот Новый год, это, конечно, нечто. Народ вываливает на эти, на набережную. Особенно все любят, конечно, Копа-Кабана. И с 6 утра перекрывает движение, потому что по Копа-Кабане там же двухстороннее еще есть движение, помимо пляжной такой, так сказать, пространства пляжного, там где-то 150 метров или больше даже, наверное, песка-то. И вот, и с 6 утра включают громкоговоритель эти, все динамики, музыка гремит. С 6 утра, 31-го, народ тянется туда. То есть еще утром начинают. Да, тянется туда, уже с пивом, со всем, потому что с этого времени начинается период отпусков, летние каникулы и жара уже, тепло уже. Ну, бывало в Рио-де-Жанейре плюс 42, я переживал. Ну, переносится неплохо-то. Так вот, народ туда идет, там у них артисты, как у нас известные такие, самые известные поют, эти уже танцуют, уже пиво к этому. И все это дело идет к полуночи-то. Я помню, особенно 2000-й год я там встречал, это вообще было, паломничество туда. Мы приехали из Бразилия еще, дипломаты тоже, мы вместе на трех машинах. Мы за 2,5 километра только поставили машины, не могли поставить ближе-то. И для того, чтобы Копа-Кабану, она длинная, 5,6 километра, но два туннеля туда заходить. С одной и другой стороны-то, а там сверху еще это. И мы через этот туннель начали шли. Мы шли вот так вот, как у нас метро в час пик, помню, на Курске, вот так я иногда как-то шел-то. И мы выстроились, чтобы не потеряться, я самый высокий был, я сзади. Я говорю, ребят, я буду смотреть, чтобы вы не потерялись. Передо мной шла супруга-советник эта, Ольга. И только мы зашли, они в этих туннель где-то километр, нет, поменьше, наверное, метра 800. И они как начали там орать-то, и Ольга оборачивается. Володя, пошли назад, это мне напоминает ленский расстрел 1912 года. Я говорю, Оля, куда назад, посмотри, нас этот самый, уже поджали там все это, она перепугалась. Народ так более-менее, ну мы прошли этот туннель второй, и у меня там наши соотечественники были знакомы. Я говорю, пойдем расслабимся, там туалеты есть, коньяк есть, но пришли, расслабились. Так вот, к 12-й собралось так, что на этой Копа-Кабани 5-й места свободного особо не было. Мы подошли туда пол-двенадцатого, на силу там где-то разребли, потому что соотечественники притащили два ящика шампанского, мы там отмечали. И 45 минут, там лодки фейерверк, там, знаете, в четырех местах вот эти все салютные эти сооружения, все гостиницы светятся, и все вот это вот красотища немеренная. Ну, Рио-де-Жанейро, я не был в Австралии, к сожалению, говорят, они первое место занимают. Рио-де-Жанейро всегда второе. И вот, я помню вот тот 2000-й год, вышли газеты где-то 3-го числа, и написано, что на встрече Нового года на Копа-Кабани они насчитали, по-моему, 4,2 миллиона человек. Как она вместила столько? Ну, потому что, ну как в автобусе там большом-то, наверное, ну там еще 5,6 этих и 2 километра еще в Арпадор, там еще есть один пляж. Но самое интересное, а они же там, значит, гудят, шумят, то все это. То есть праздник прошел, а уже пиво напились, они на песке и ночевали там до утра, многие ночевали, что вывезли 20 тонн мусора потом после этого праздника. Но это тоже интересно. Владимир Владимирович, цель наших интервью дать зрителям, ребятам, студентам, выпускникам знание о том, как, в том числе знание о том, как общаться с представителями разных стран. Вот латиноамериканцы, они одинаковые? Ну, скорее всего, нет, и житель Перу отличается от жителя той же Никарагу. Можете рассказать о каких-то общих чертах, которые присущи всем жителям Латинской Америки, и о каких-то особенностях, которые связаны с принадлежностью к той или иной стране? Ну, общие черты – это веселость их, так сказать, радость жизни постоянно, придумывание, танцы в любом месте могут устроить, так сказать, всякие фьесты, праздники. В то же время континенты латиноамериканские, разные страны по-разному, так сказать, немножко отличаются, конечно. Речь идет, ну, в первую очередь, о Бразилии, о которой я говорил. Бразилия, конечно, себя считает, ну, мягко говоря, как там, гегемоном, наверное, нос задирает, потому что большая страна, действительно, сильно развита это все. Аргентина, Чили, которая внизу, в Латинской Америке, они, во-первых, там почти нету темного населения. В Бразилии там спокойно, что мулат, что вообще-то совсем темненький, загорелый, что белый. Разницы нет, никакой расовой дискриминации, абсолютно нет. Вот Уругвай, Аргентина и Чили, повторяю, это белые страны, в которых очень много европейских привычек таких, и уже и веселье там, наверное, поменьше, может, и климат там слегка влияет, но в то же время там очень много выходцев, так сказать, из Европы там, особенно в Аргентине, это еврейская национальность, очень много там поселенцев, в Чили, наверное, поменьше. Если смотреть Перу, тоже известная эта страна, там вот еще от индейцев многое осталось-то, эти инки, которые там инки, в Чили были арауканы там в свое время, племя такое, я даже курсовую работу по этой тематике писал-то. Перуанцы так с эквадорцами, Перу, Эквадор, Колумбия не так, тоже больше сохранились какие-то индейские традиции, индейские черты даже лица. А черты характера есть какие-то? Да, и характера такое вот уже, я бы сказал, что ближе к африканскому тоже, дети природы вот эти, перуанцы особенно, которые... А верх Латинской Америки, возьмем Мексику-то, Соединенные Штаты влияют очень сильно-то, и так у них образ жизни и связано с этим-то. Кубинцы совсем другие тоже-то, и себя считают такой нацией, сверхнацией-то, революционной. Но сейчас немножко уже поостыли-то, но все равно. Вообще всюду, если ты нормальный человек, и если ты показываешь, вернее, не надо играть-то, вести себя нормально-то, то они тебя так полюбят, что на всю жизнь будет дружба и любовь-то. — А много с кем вы дружите из жителей Латинской Америки? Вы много и работали, и ездили в командировки, а у вас есть вот прям друзья там? — Конечно, и в каждой стране. Ну, это в основном и выпускники, и дружбы народов, с которыми я учился-то. Я очень хорошо и продолжаю, он сейчас на пенсии с министром, который я уже упоминал о нем, в Анголе, министр природных ресурсов, богатейший человек. Когда я там работал, он там так обрадовался, что я приехал на работу, я был атташе по науке, первый секретарь посольства. Он мне звонит как-то, и в гостях у него часто бывал. Приезжай, у меня сегодня банкет. Я говорю, а какой банкет-то? Ты знаешь, жене машину купил. Ну, приезжаю к нему, на виллу такая небольшая у него, ну, относительно небольшая, да. Я говорю, покажи. Вот, говорит, Фольсвейн, а много машин. Я говорю, а какая по счету машина? Это восьмая, говорит, сила. Ну, это для жены уже теперь. Остальные все мои. Можешь представить? Вот такие у нас выпускники. Но я к чему? Вот это. Это Ангола. Да, я в любой момент, вот, мобильный могу набрать. Привет, привет, да, Ангола. Доминиканская республика, да, с которой мы подружились-то, да. Теперь Пеппи наш, Хосе Идальго Селосаар в Эквадоре-то. В Перу тоже все выпускники приезжают. Но я работал уже одно время начальником управления по работе с выпускниками, РУДН. И мне, конечно, там много пришлось. Ну, не то, что пришлось. Я знал их, но укрепить контакты. Даже в Непале высокогорном тоже министр этих природных ресурсов-то он меня с днем рождения вот тут в июле поздравлял-то даже. Позвонил-то, все, вот, прекрасно-то. То есть будь человеком, и тебя будут любить и уважать. Наверное, так я бы такую формулировку придумал бы. Давайте поговорим немножечко об отрицательных чертах латиноамериканцев. Они очень многим кажутся необязательными. И вот эта знаменитая латиноамериканская маньяна завтра, то есть мы все сделаем, но маньяна завтра. Как вообще работать с латиноамериканцами эффективно, не обижая их? И как вы думаете, вот эта маньяна, с чем она связана? Почему такое вольготное отношение ко времени у жителей Латинской Америки? Природные условия, наверное, такие. Сегодня солнце светит, хорошо тепло, завтра солнце светит. Ну куда торопиться-то? То есть вот сегодня документ тот отдашь, и ты можешь месяц ходить, он скажет, ну подожди, вот все это, и раз, у нас обед пошел, и все это. Кстати, я вот возвращаясь к этому, и говорю, и так у нас, ну правда сейчас более строже стало-то, но и в России так, и в Советском Союзе было-то. Я не думаю, что это зловредность какая-то, нет, латиноамериканцами. Ну просто не торопится жить-то, для того, чтобы, может, дольше прожить-то, наверное. Вот видите, как я придумал. Хорошо, а если нужно все-таки решить какой-то рабочий вопрос. Решаю, решаю. Тоже самому, что вы посоветуете, самому замедлиться и тоже решить, что это все будет маняна, либо все-таки как-то можно поторопить латиноамериканцев? Нет, 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 надо каждый раз приезжать, опять убалтывать его, уговаривать-то все, вот начальник это, какого-нибудь там мелкую сошку-то, и в итоге это все решится-то, в итоге-то. То есть терпение и труд все перетрут. То есть против латиноамериканской маняны можно настойчивость и упрямство применить, да? Ну да, где-то может быть и так-то, да, где-то так. Женщины в Латинской Америке, как вы считаете, они красивые, и есть еще такое мнение, что они занимают и в личных, и в деловых отношениях такую очень активную позицию, что они напористые, например, европейских и российских женщин. Да, это вполне, да, да, напористость есть. Помимо того, что и детей много, вот, но, видимо, и сама семья подталкивает их к напористости, наверное, организованности-то. Но конкурсы красоты показывают, кто больше занимает место, латиноамериканские женщины или наши, там тоже же были на пьедестале почета. Но, конечно, и природа, и сам климат более раскрепощает, наверное, Латинскую Америку и ухоженность их еще с давних, наверное, времен, что они себя, так сказать, подают очень хорошо. Ведь у нас 365 дней в году, я что-то подумал вот сейчас, у нас полгода и пальто, и шубу, и не видно этой красоты-то нашей российской. То есть видно-то, но немножко. А там все время, так сказать, или бикини, или только платье, или короткая юбка. И вот 300 шубу, поэтому, наверное, впечатление такое красивое создалось. Ну так красивые латиноамериканки. Ну есть-то, да, бразилианки-то, кубинки, даже их можно это... И они этот самый... И все, все эти, так сказать, красоты показывают, и гордятся ими. Ну, в общем, у вас глаз радуется, когда вы приезжаете в Латинскую Америку. Да и на африканок можно радоваться-то. Кстати, для меня было очень не то что странным, но как-то я и в просаг даже не попал. Ведь женщинам латиноамериканским, да и в Африке тоже, руку не подают. Если в лучшем случае она, так сказать, высокий пост занимает, то рукопожатие. А так надо щечку целовать-то. Даже во время деловых официальных встреч? И деловых официальных встреч. Одна щечка, вторая щечка. Я, правда, пытался их на российский манер переучить, но краснеют все время. Я говорю, третий это в губы должен быть поцелуй-то. Да что ты, Владимир, да это ж нельзя-то. Да нет, у меня муж, у меня дети-то. Ну, говорю, хорошо-то, да, два раза-то. Ну, то есть это даже на официальных каких-то переговорах вот такое вот приветствие. То, что в повседневной жизни они так здоровы? Ну, конечно, не с первого раза, нет. Ну, нужно, так сказать, первый как-то всегда сдержанно, всегда, когда знакомятся, ведут себя-то. Ну, я и в Африке, у меня даже супруга делала замечание. Как ты эту темную красавицу лобызал-то? Я говорю, а ты что, я с ней здоровался-то? Да, так и было. Ну, а почему бы нет, если девушке приятно? У нас сейчас такой менее официальный разговор пошел. Мне кажется, самое время услышать от вас про веселый, курьезный случай. Этот вопрос очень любят задавать студенты, связанные, ну, в первую очередь, с вашей работой и с какими-то культурными, может быть, ментальными особенностями работы в той или иной стране. Ну, начнем с интересного Бразилии, раньше уже это. Была у нас служебная командировка через всю страну. Есть водопад Фосду-Гуасу, это граница, то есть это стыки Аргентина, Парагвай и Бразилия-то. А Трио-де-Жанейро, 1600 километров, мы на машинах там двое суток катили. Ну, не в этом дело. Там очень красивые водопады, если вот выпускники ваши соберут денег, то я порекомендовал туда съездить. Я, правда, и в Африке видел водопад Виктория, но Фосду-Гуасу, это потрясно, это пасть дьявола называется такая, вода, если это идет. Так вот, там после водопада предлагают, и мы попали в этот сад птиц, или, ну, не то, что зоопарк, птиц, в общем, сетка и все обтянута, огромное пространство, это птицы летают, и все это. И тут большие эти попугаи-то. Вот, и смотрю, там фотографируется с попугаями, я говорю, супруги, давай сфотографируем тебя-то. Сел попугай ей на плечо, там этот фотографирует, и попугай сухо ее тянет сережку, позолоченную такую, правда. Ну, не сильно дорогая, жалко не было, там мне жалко было больше попугая. Вытащил сережку, у меня все, так сказать, в душе похолодело, думаю, сейчас заглотнет, здесь из-за выражения сдохнет, помрет, и мне придется еще за попугаев платить, они дорогие там. И я за администрацией набегу, а у них обед. Этот сидит, кашу доедает, там какую-то, я нашел их каталажку-то, я говорю, слушай, попугай там сейчас помрет сережку, смеется. Да нет, говорит, ну ладно, пошли, идем. Уже вдвоем они сидят, и эту сережку два попугая растягивают. У меня все отлегло, так сказать, думаю, ну надо ж такое-то. Вот, ну в Африке есть такая страна маленькая, Свазилент, ее, правда, как-то переименовали, это Мозамбик, ЮАР и между ними Свазилент. Мы туда, служебная командировка была, кстати, с деканом аграрного факультета тогда туда тоже ездили. Мы приезжаем, нас принимает там министерство образования, и нам говорят, король приглашает вас на ужин. У меня, так сказать, а там королевство, да. Не то, что у меня глаза, так думаю, ну надо ж такое-то. Вот в это время вы должны ждать. Приезжает. Так, да, мы из отеля вышли-то, приезжает. И чисто по-русски молодой парень говорит, Владимир Владимирович, вы? Я говорю, да, вот, еще мы. Мы от имени короля даем ужин, я думаю. Меня отлегло, думаю, не король. Я говорю, а где ж ты русский научился говорить? А я, говорит, в Украине, в Украине учился-то. Я говорю, о-о-о, международные отношения. Я говорю, а кто ты? А я начальник протокола короля. Я говорю, о-о-о, а король доверяет нашей стране-то? Да, а он знает, где эта страна? Ну, от меня, говорит, знает-то, где теперь эта ваша страна. Вот. А жена, оказывается, украинка, Галина, как сейчас помню-то. И вот этот вот ужин-то. Так вот, там меня удивило, что телевидение включаешь. Каждое утро король с Вазиленда, значит, своим подопечным на путьстве. Вот такое. Вот вы сегодня хорошо трудитесь, вот написано. Всегда торс весь обнаженный, и всегда такой этот был. Сидит, ну, здесь, конечно, низ там брюки, все это, но всегда обнаженный торс. И у него, как рассказал начальник протокола, такая, ну, не традиция вошла, а все это. Каждый год проводят конкурс красоты, и кто выиграл конкурс красоты, становится очередной женой короля. И вот на год жена. Потом она, этот год заканчивается, он ей там виллу где-то там построил за это время, все, следующую вот такую. Вот такая страна-то, все это. Ну, король, наверное, сейчас уже, ну, он тогда был немножко возрастной, не знаю, при власти он там, не при власти, вот все это. Ну, а так, что там? Ну, разные бывают случаи. В бане в Африке, в этом же в Свазиленде нам предложили в Африке. В Африке есть бани. Бани. Причем баня, по-нашему, это, с парилкой, с этими-то, ну, как соблазнили, может быть, или так. Вы знаете, я сначала говорю, какая баня? Нет, ну, что вы-то. А она, она говорит, на минеральных источниках. Ну, давай, на минеральных источниках. Привезли в эту баню-то, действительно, минеральная вода, маленький такой бассейнчик, и мы там такие вот полки, и вот это парим, парим. Так вот, обслуживание само, значит, симпатичные такие дамы-то, в бикини ходят, здесь все обнаженно, это вот сок там тебе приносят, все это. И каждые 50 минут заходит на эти камни каким-то травяным раствором, но я имею в виду настой трав, и такие запахи африканские, что умопромочительно. Очень даже интересно. Вот так. Вообще удивительно, откуда баня. Да, и когда про баню, никто тоже в меня, друзья, не верят. Я говорю, баня, да, баня, действительно. Ну, это, наверное, начальник протокола короля всех научил, вернувшись в Россию. Кстати, его потом, мы созванивались иногда, а потом, наверное, все, уезжаю в Лондон. Уехал в Лондон послом с Вазиленда в королевстве Великобритании. Давайте немножко про языки поговорим. Вы уже рассказали, как вы учили испанский язык. После него вы учили португальский. Скажите, сложно вообще было учить португальский, и не смешиваются ли эти два очень похожих языка, когда вы говорите? Ну, во-первых, он автоматически как-то смешивается, во-первых. Португальский пришлось учить на ходу. В португальском языке очень сложная грамматика. Я так до сих пор, конечно, писать иногда с ошибками, там и пишу, когда надо бывает. Ну, они похожие языки. Работая в португалоговорящих странах, тебе говорят, о, портуньол, когда я вот в Латинской Америке сейчас, о, у вас португальский. Ну, все, в общем-то, понятно. Но в то же время и в испанском языке много, так сказать, различий. Ведь кубинцы же лопочут так, что с первого раза можешь не понять, когда ты с кубинцами там это. Ну, да, у них своеобразный диагноз. Лагуагу и Сталена. Что такое лагуагу и Сталена? Оказывается, автобус пришел битком, там, типа такого-то. Но я не показываю жестами какие-то, жесты совсем другие. Там в Латинской Америке иногда, так сказать, такие вульгарные, что у нас скажут, ты совсем уже, наверное, так сказать, изфинался. Это бабка мне там показывала, лагуагу и Сталена. И такой жест показала, думаю, ну, что она хочет-то от меня-то, когда мы молодыми студентами там были. Но не в этом дело. Ведь вот даже в Бразилии-то я первое время никак не мог понять-то. Значит, пиво вот, например, выпить, да? Сервежа по-португальски. Вот скажешь, Сервежа точно в банки принесут. И я потом у бразильцев самих спрашиваю. Говорю, почему они у меня в банки? Я же хотел вот это, разливное-то. А ты говоришь, шоп. Я говорю, так это же не португальское. А это, говорит, вот нажимает, оно шоп. И вот это есть и шоп-то. Или мороженое, желадо по-португальски. А оказывается, желадо — это вот то, что за три года в морозилке у них лежит. А если хочешь нормальное, живое мороженое — это сорвет. Поэтому, конечно, в каждой стране, но это, так сказать, со временем приходит. И когда вот ваши выпускники поедут в какие-то вот те страны, которые я пропагандирую, это, наверное, там и научатся, все с опытом приходит. Ну, конечно, хочется спросить, в какой стране у вас тяжелее всего шла коммуникация? Ну, если даже вот испанский язык в Латинской Америке, он отличается от традиционного Кастильского варианта. Ну, кроме Кубы, может быть, где-то еще было сложно понять именно местный диалект языка? Да нет, я, как говорят, не к этому. Я в любой стране, в общем-то, прекрасность. То есть, нормально чувствовал себя, все. Надо, во-первых, в голове заложить, что ты едешь в эту страну-то, начитаться об этой стране, знать, что такая эта страна-то, как это. Не просто так вот раз приехал-то. Я все время и коллегам говорил, ребята, мы же в командировку едем не отбывать ссылку какую-то. Мы едем, и жизнь наша идет. Некоторые, вы знаете, специалисты, особенно вот в Анголе, притащат железные кружки какие-то, чаем там типа. Я говорю, ну, 4-5 лет там не вычеркни жизни, живи нормальной жизнью-то. Вот так и втягиваешься вы в эти работы. А так кубинцам трудно, конечно, на первых порах было понимать. Но много, так, некоторые слова там все. Ну, переспрошите, что там стесняться. Я даже помню студенческие там первые, я вообще там лепетал, не зная, что это. Интервью какое-то у меня брали. Кажется, после этой с Африкой, о которой я упоминал-то, я там дрожал, как этот. Ну, вроде ничего там. Вырежут там, выпишут как-то чего-то там. Как вы думаете, стоит ли вообще готовиться к поездке в ту или иную страну именно с точки зрения языка? Либо лучше уже там в процессе осваиваться и такие вещи понимать? Ну, вот моя жизнь показала, что надо все время быть готовым. То есть все время читать. Я вот сейчас и продолжаю читать периодику, но новостные все это знать, где, чего, как. Ну, просто и самому интересно, и для развития, так сказать, и для карьеры тоже-то. Ведь неизвестно, вдруг какой-нибудь этот Занзибар попадет, будущий дипломат-то. Ну и что? Вот приедет он, а где этот Занзибар-то и будет головой водить-то? Я имею в виду с точки зрения языка. А языка? Да язык на практике лучше там, конечно. Нет, теоретически, да. Я вспомнил, вот, Евсюков был самоучитель по-турагальдской языке. Это бывший посол Мозамбики он работал, потом он в науку ударился-то. Ну и что? Научился, начитался весь этот, вышел, держал. А в то же время на практике абсолютно много всего. Главное, не стесняться на первых порах, не стесняться. Ну, если тебя не поймут немного, они переспросят, ты переспросишь. Ну и что? Перед интервью я вас попросила написать список стран, где вы были. Получилось 61 страна и, если я не ошибаюсь, 131 город. Такой впечатляющий. На городах, по-моему, больше-то даже. Впечатляющий список. Я так понимаю, вы не собираетесь останавливаться? Иногда перед глазами так говорят, когда у меня спросят, так я сразу в улочки какие-то вспоминаю. Вы в основном были в этих странах по работе, не как турист, а именно решали рабочие вопросы. Да, в Турции, к сожалению, ни разу не было, в Египте ни разу не было. Но это уже... Поэтому 61 страна. Скажите, в какой из этих стран было сложнее всего выстраивать рабочие коммуникации? Ну, во-первых, в Мексике было сложновато. И Ангола на первых порах. А потом, когда войдешь, то так, в общем-то, никаких этих... А в Мексике что было сложного? Ну, все-таки это молодой, неопытный еще. Только вот синец прилетел, поэтому, может быть, так. Нет. Это было связано с недостатком опыта, скорее, у вас, да? Конечно, конечно, когда выпускаешься, тебе кажется, у-у-у-у, да это не так и ок, как сразу как-то. Вот, надо все-таки пообтереться-то, это приходит, так сказать. А сейчас вы прилетаете в любую страну мира и знаете, как там договориться с людьми по своим вопросам? Даже ту страну, где я языка не знаю, ну, ничего, я пойму. Вот это интересно, как вам удается через переводчиков? Ну, по-разному. Да потом, догадками всякими. Нет, проблем нету никаких. Такой вопрос. Представьте, что перед вами сидит человек, который ни разу не был за границей. Вот какие бы три страны вы ему порекомендовали для того, чтобы понять разнообразие этого мира? Бразилия – это Латинская Америка, в Африке – ЮАР, несмотря на то, что там слегка немножко российские черты проявляются. И азиатскую я бы, Китай, конечно. Вот. Но и Вьетнам очень интересная страна. Ну, то есть вы порекомендовали поехать в Бразилию, в ЮАР и в Китай? Ну, Китай я мало занимался им, но я был там два раза, и мне понравилось. Владимир Владимирович, мы все наши интервью заканчиваем блиц-опросом, мы всем нашим гостям задаем эти три вопроса. Я вас попрошу ответить. Первое. Какие бы три совета вы дали себе, 20-летнему? Ну, так же жить активно, как я жил все эти годы, и на высоком подъеме, с чувством небольшим юмора, и продолжать дружить со всем миром. Ага, хорошо. А теперь три совета нынешним 20-летним. Тем, кому сейчас 20, кто учится в университетах, и у кого все впереди. Ну, первое, что все-таки учиться хорошо-то, да. Да, ведь это уже не вернешь то, что годы бегут быстренько, и что-то пропустил, что-то не знаешь, что все это. То есть как-то и какие-то уже вперед смотреть, определяться жизненные ориентиры должны быть. Учиться, определить для себя жизненные ориентиры, и третье. А, и третье, это еще. Ну, и обзаводиться друзьями, вот, не только в нашей стране, но и в других странах. То есть быть коммуникабельным, вот, может быть так как-то, но это шире, конечно, чем коммуникабельность, потому что коммуникабельность, мы же со всеми-то, вот, мы здесь в студии, тоже коммуникабельны. Ну, так, чтобы вот и каких-то, и надежных друзей, и мы же вот со своего студенчества, мы продолжаем до сих пор друг друга и поддерживать, и дружить, и интересоваться все это. Это многое значит, что в студенчестве это какое-то золотое время было. И третий вопрос. Продолжите фразу. Будущее за профессией? Ну, я бы сказал, международной деятельности дипломата, я бы не сказал бы так, а более широко, потому что сейчас в международной деятельности там и только дипломаты, только там с экономическим уклоном, с журналистским уклоном. Но это очень интересно. Это раскрывает глаза на весь мир. То есть будущее за профессией международника? Международника. Вот правильно вы подобрали слово. Правильно. Владимир Владимирович, спасибо большое за интервью. Я очень рада, что у нас появилась возможность так сесть и побеседовать. Надеемся, что будет полезно тем, кто нас сейчас смотрит. Спасибо вам. Спасибо. У вас были очень интересные вопросы. И за душу даже меня тронули. Вспомнилось многое со своего жизненного пути. Спасибо.